Сны и кошмары Плохие сны и кошмары от шайтана И третий вид снов от шепота ваших желаний Но плохие сны приходят только от шайтана Что они делают? Каждый раз, когда вы ложитесь спать, душа покидает ваше тело И в это время, когда душа отделена от тела, они завладевают ею И тогда вам снятся кошмары Дурной сон от шайтана Дурной сон, который пугает вас Сон, после которого вы просыпаетесь в холодном поту Это от шайтана Кошмары от шайтана Шайтан хочет запугать вас Обычно он использует для этого сюжеты из мирской жизни Как, например, кто-то, кого вы боитесь Приходит к вам во сне и бьет вас Или что-то в этом роде То есть вы видите его во сне, как он вас бьет Проблемы Дунии, мирской жизни Но что делать, когда вам пригрезился кошмар? Пророк, саляллаху алейхиусалям, сказал нам, что делать Красивый хадис из сборников Аль-Бухари и Муслима Первое Я ищу защиты у Аллаха от зла этого сна И больше не говорите об этом Никому не пересказывайте этот сон Если вы спите на правом боку, повернитесь на левый И наоборот И лучшее, что вы можете сделать, когда проснетесь Это совершить два ракята намаза Аллах защитит вас от этого зла Добрый же сон, хорошее сновидение Это, как сказал пророк, саляллаху алейхиусалям Это одна сорок шестая часть пророчества Это нечто от Аллаха, Субхану Аталя Что-то вроде вдохновения от Аллаха Возможно, для того, чтобы поведать вам хорошие новости О том, что произойдет в будущем Некоторые люди видят что-то в своих снах И это сбывается Это называют сновидением Вы не узнаете это сами во время бодрствования Но ваша душа, пока вы спите, попадает в другие места Выходя из вас И Аллах, Субхану Аталя, вдохновляет душу этим сном Если вы когда-нибудь видели хороший сон Вам следует благодарить Аллаха, Субхану Аталя, за это добро За это вдохновение от Аллаха, Субхану Аталя Субхану Аталя